Жара, конец июня, многие сейчас уходят в отпуск, едут на море, а кто-то вообще остался свободным на все лето. И в такое время, как вы думаете, какая техника или гаджеты являются наиболее актуальными? Ну, кроме кондиционеров. Да, портативная акустика. Я вообще не понимаю, как без нее можно ездить на природу и шашлычки. Это же просто мастхэв. У меня на подходе еще одна тройка доступных колонок, которые смогли удивить даже меня. Мы рассмотрим с вами три модели бренда Sven. PS430, 460 и 485. Давненько у нас такой техники не было. Вполне логично, что нейминг линейно зависим от мощности акустики. Это 15, 18 и 28 Вт соответственно. А вот с другими характеристиками все не так очевидно. И о них я собираюсь рассказать вам подробнее. Дизайн колонок кричит нам о том, что они сделаны для реальных пацанов на районе. Если вы понимаете о чем я. Такие себе черные, большие и мощные с виду махины с угловатыми формами. При этом здесь есть приятная особенность. Как для таких объемов колонки не особо тяжелые. 485 модель весит 2,5 кг, 460 кг 75 кг, а 430 кг 1,5 кг. К старшей и младшей моделям сверху можно прикрепить ремешок для транспортировки, что значительно ее облегчает. Он есть в комплекте и уже прикреплен изначально. PS460 подразумевает большую ручку. Увидев эту акустику я ожидала, что с ней придется тяжко. Но нет, все три штуки я с легкостью и сама довезла бы с нашего офиса домой, если бы не объемные коробки. Корпус, конечно, в этом случае такой себе. Выполнен из ABS пластика и выглядит недорого. Со временем под воздействием прямых солнечных лучей он может изнашиваться. Поэтому по возможности старайтесь ставить акустику в тень. Тем не менее диапазон температур для эксплуатации достаточно широкий. У каждой колонки есть дисплей для индикации режимов, громкости и прочего. Управление похоже во всех моделях, но есть и различия. Самой младшей досталось немного прорезиненных кнопочек, среди которых переключение треков, режимов работы, громкости, пауза или воспроизведение и кнопка выбора повтора треков. У PS460 привычные пластиковые кнопки. А вот в PS485 можно обнаружить еще удаление FM станции и выбор режима подсветки. Также вы можете найти три ручки для регулировки громкости динамиков, микрофона и уровня его эхо вместо привычного кнопочного управления. Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о некоторых интересностях этой акустики Sven. Во-первых, во всех трех моделях есть встроенное радио, на случай, если вы забыли взять флешку, телефон сел и тому подобное. Во-вторых, у PS485 есть разъем для микрофона. Можно устроить караоке, еще и настраивая при этом уровень эхо, как профи. Вот это эхо, кстати, иногда бывает полезным. Она делает звук объемнее и помогает лучше расслышать голос. Был бы у меня микрофон, я бы изрядно поиздевалась над людьми в округе несколько дней, потому что с моими талантами иначе не получается. Но пока я только мечтаю об этом и советую вам взять эту колонку, если вы большой любитель вокальных потех. Что еще? В этой же модели подсветка мигает огоньками разных цветов, создавая эффект трушной вечеринки. Пройдемся по всем режимам работы. Доступно беспроводное Bluetooth-подключение, FM-радио, MP3-проигрыватель и Line-In. Последний нужен для того, чтобы использовать колонку в качестве внешнего усилителя через AUX. В свою очередь, MP3-проигрыватель тоже вариативен. Он подразумевает подключение разных по своей сути носителей, поэтому у PS460 и PS430 неплохое разнообразие портов. USB, миниджек и слот для microSD до 32 гигабайт. Там же можно найти кнопку включения-выключения и microUSB для зарядки. Все это добро в модели PS485 расположено на верхней панели управления, вместе с разъемом джек для микрофона. Как миниджек для наушников, только почти в два раза больше. Резиновая заглушка для всех портов говорит нам о влагозащите младшей модели, а именно по стандарту IPX5. Но сама эта резиновая вставочка меня смутила, какая-то она недоработанная, и из-за излишне продолговатой формы вставить ее вплотную сложновато. Нужно приложить к этому определенные усилия, и делать это необходимо каждый раз, ибо в противном случае смысл влагозащиты просто исчезает. И да, каждый раз, потому что кнопка включения как раз таки находится за этой заглушкой. Хотя видите, несмотря на то, что PS460 и PS485 будут помощнее и посерьезнее, у них такой защиты нет, их оставлять под дождем нельзя. И теперь самый важный блок информации — звук. Как вы уже узнали в начале, градация следующая. У PS430 два 75-мм динамика на 7,5 Вт, у PS460 два по 9 Вт и 95 мм, и у старшей PS485 они по 14 Вт и 100 мм. 485-я модель ожидаемая громче двух других, но такое ощущение, что даже больше, чем в два раза. Совершенно другое и звучание. Этот факт связан с реализацией низких частот. Если в Sven 460 и 430 стоят пассивные излучатели, то в 485-й фазоинвертор. Для людей, понимающих подобные вещи, стало, наверное, все понятно. Но я объясняю для аматоров, так сказать. Младшая и средняя модели укомплектованы дополнительной парой мембран, которая приводит в движение колебания воздуха. Это устройство похоже на обычный динамик, но не содержит магнита и звуковой катушки. Будто бы динамик пустышка, но со своими функциями. И таким образом басы становятся глубже. Фазоинвертор же устроен проще. Грубо говоря, это труба внутри акустической системы. Из-за ее наличия басы получаются еще более глубокими. Это ощутимо и в нашей PS485. Но тогда страдает четкость артикуляции. При прослушивании музыкальные инструменты и вокал исполнителей через колонку с фазоинвертором будут немного смазанными. Пассивный излучатель справится с такой задачей лучше. И звук на PS460 и PS430 будет немного чище, хотя и выше. Большая глубина басов PS485 ощущается в разрезе более широкого частотного диапазона, который равен промежутку от 90 до 20000 Гц. Две другие модели начинают работать на частоте 100 Гц. В целом, как для 85 долларов, Sven оказалась достаточно басовитой акустикой. Запирание на максимальной громкости немного ощущается в 430 и 460 модели. В старшей их практически нет. Отдельно хочу отметить эквалайзер. Доступно четыре режима. Классический, джаз, поп и ровный дефолт. В первых трех делается акцент на низких, средних или высоких частотах. В последнем играет как есть. Я, конечно, люблю побольше басов и из всех установок больше всего он выделяется в джазе. Да, вот так неожиданно получилось. Это на заметку, если что. Несмотря на то, что PS460 мощнее на 3 Вт по сравнению с младшей моделью. Дороже она всего на 4 доллара. Но первое это понятно. В 460 нет флагозащиты, но есть еще один пробел. Меньшая емкость аккумулятора. 1800 мАч против 2000. Старшая модель, кстати, большим показателем уже не может похвастаться. На протяжении дня я периодически использовала колонки и если просуммировать результат, то получается где-то 4-5 часов. И это при максимальной громкости почти все время. Индикатор заряда на смартфоне отобразилась только в случае с PS430. Я думаю, что это весомый минус при условии, что такую доработку можно было бы реализовать на раз-два. В целом же портативная акустика Sven впечатляет достаточно глубокими басами, громким звучанием и наличием множества портов для подключения различных устройств, носителей и микрофона. Ну и плюсик к карму за реализацию режима караоке. По традиции жду от вас лайк, подписку на наш канал и колокольчик. Смотрите видео-обзор на конкурентов Sven, колонки Tron Smart и Anker Soundcore Flare. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok